Яна Павленкова, каждый день работаю в уездной управе Идавирума, занимаюсь развитием. А сегодня здесь с поддержкой нашей пайдовской команды, которая организует уже два года подряд большой фестиваль мнений в Пайде. С их поддержкой мы организуем предфестиваль или фестиваль предубеждений здесь в Нарве. Так вот как раз вот вопрос. Вот название было так интересно. То называют фестиваль мнений, то фестиваль предубеждений. Я лично видела, что написано было так фестиваль, потом предприставка была в скобках, да, мнений. Так все-таки фестиваль мнений, предубеждений или как? Дело в том, что основной фестиваль носит название официально по-эстонски Арвамус фестиваль, а по-русски фестиваль мнений. Так как это фестиваль что-таки локальный, фестиваль для нас, для Идавируса, для Нарвы, то мы когда пытались соединить предфестиваль и мнений, у нас получилось все вместе сложилось предубеждения. То есть это те мнения, которые у нас есть, но они какие-то предварительные, и поэтому мы хотим их обсудить. Поэтому вот это так сложилось, такое, мне кажется, очень звонкое название. А, понятно. То есть тут получилась такая игра слов, когда предварительное мнение, хотя кто-то может посчитать, что предубеждения, то есть это такие мнения негативные, да, значит, не так, все-таки предварительные. Нет, даже предубеждение, это слово, оно будет негативным, только если оно несет какое-то с собой, какие-то у нас есть действительно стереотипы или предубеждения какие-то негативные или агрессивные. А если мы какой-то темой, может быть, не очень разобрались, то, конечно, у нас еще предварительное мнение, предубеждение, потому что мы точно не знаем, как это все обстоит. Поэтому те темы, которые мы сюда сегодня собрали, я думаю, что о них очень много говорят. И мы постарались пригласить таких экспертов, которые бы нам помогали вести диалог или такую беседу между собой, не между собой, а между всеми, кто придет сегодня, о том, как бы найти более четкие постулаты, теоретические вещи, потому что, чтобы убрать эту политическую мишуру с некоторых тем и просто поговорить о том, что есть на самом деле. Ой, это очень интересно. И скажите тогда, пожалуйста, а много ли вообще собралось этих мнений, предубеждений? Потому что была ведь предварительная работа, было обращение к жителям Ида Вирума, присылать свои мнения, предварительные мнения в любом виде, было даже сказано, хоть в стихах высказывайтесь. Много ли людей откликнулось? Ну, школьники откликнулись, и некоторые клубы, через которые у нас были хорошие связи, по своим информационным каналам, и даже из России, есть у нас некоторые предубеждения о нашем регионе, о наших людях, кто здесь живет. Мы их объединили, некоторые выделили и сделали формуле в виде плаката, то есть вы их можете проходить, почитать, там такие есть мольберты, и на них они прям висят. Взрослые не очень пока что откликнулись, но у нас есть одно из таких бесед, оно будет называться «Общественная критика в творчестве», где мы так хотим спросить, у нас была даже идея о том, чтобы сделать прям конкурс такой общественно-критического творчества, но мы посчитали, что мы, наверное, не успеем в этот раз, но у нас есть возможность посмотреть, что делает, например, мультимедийный художник Эви Перн, потому что она себя позиционирует как социальный художник, как она высказывает свое какое-то негодование с точки зрения какой-то ситуации в стране через творчество, и спросить у жителей, как они думают, могли бы мы в следующем году сделать не просто плакаты про наше предубеждение, а прям целый конкурс, может быть, это будут песни, может быть, это будут постановки какие-то короткие или даже видеоотрывки о том, что мы представляем о себе и как мы видим других. Вот, Яна, вы как раз сейчас подошли к тому вопросу, который я вам хочу и задать, да? Ну, хорошо, вот говорим, говорим, обмениваемся мнениями, а вот практически, скажем так, выхлоп, многие люди спросят, да, он, вы ставите это целью? То есть это будет какой-то меморандум, это будет какое-то заявление, это разойдется по каким-то проектам, то есть какие практические выходы, возможности выходов вот после вот такого фестиваля обмена мнений? Ну, конечно, это неофициальное совершенно мероприятие, поэтому это и была идея, чтобы выйти из всех залах семинарных, конференцных, поэтому ожидать, что мы здесь сейчас будем все протоколировать, записывать меморандумы, закреплять какие-то соглашения, нет. Это даже, это специально так и продумано, чтобы мы могли просто спокойно поговорить. Но это обязательно, во-первых, это влияет на то, что мы встретимся друг с другом, мы обменяемся мнениями, может быть, я уверена, что кто-то задумается о том, что, может быть, все-таки он был неправ, или он немножко не так понимал ситуацию, то есть у него появится возможность это смотреть, как люди другие это видят, как люди другие это понимают. И, конечно, я думаю, что дальше это все будет на том уровне, что просто это такое эмоциональное место, где встретиться, где поговорить с людьми о тех темах, которые вас тоже очень интересуют, и потом в дальнейшем это можно развивать уже. Но такие встречи, когда просто люди разные со всем встречаются, всегда дают очень много идей для дальнейших проектов, для дальнейших действий. Поэтому я в это верю, что это такое эмоциональное место, где все начинается. Ведь идея не начинается в каком-то кабинете, идея начинается вот в таких местах, кто-то где-то встретился, кто-то где-то понял одинаково какую-то проблему, и они поняли, вот мы можем сделать так, и, наверное, мы до чего-то достигнем. Поэтому это то место. Ну вот еще один такой вопрос. Я просто смотрела в программе, видела фамилии выступающих, известные, конечно, интересные очень личности. Но это в основном люди, которые приехали извне Ида Вирума. А кто будет защищать и высказывать мнения, предварительные мнения от Ида Вирума, скажем так, ключевые фигуры, которые видят эту жизнь изнутри? Их достаточное количество, как вы считаете? Или вы хотите услышать как раз вот голос тех, кто придут, но еще не заявили о себе в программе? Конечно, основная здесь роль у тех, кто придет. То есть люди приглашенные, вот эти имена, это для того, чтобы задать саму тему и немножко как-то, может быть, в каких-то рамках держать. Или как у экспертов спросить точно, или выдать им, что мы думаем, как мы это видим, чтобы они это откорректировали или подтвердили. Но, с другой стороны, все модераторы или руководители каждой беседы – это местные люди. То есть они, конечно же, тоже будут направлять беседу так, чтобы, может быть, немножко спровоцировать наших гостей. Но на самом деле есть и так называемые приглашенные гости, тоже есть местные люди. Но есть, наверное, те местные, которые сейчас немножко живут в Таллине. Ну, например, Дарья Сар, да? Она все-таки из Эдовирмы, она себя позиционирует Эдовировцем. Эдуард Одинец, я тоже очень надеюсь, что он патриот нашего уезда. Ну и, например, на предпоследнем беседе, которая будет на вот этой площадке про гражданскую инициативу, у нас в основном все местные люди. То есть Антон Проткунац, которого все нарвиды, думаю, очень хорошо знают, и Ирина Паянко, представитель Виру Кемиа Групп, она отвечает за социальную ответственность этой фирмы. То есть что такое социальная ответственность от фирмы, почему они это делают, вдруг так решили. То есть я думаю, что мы сможем найти баланс. Добрый день, Артемий, скажите, пожалуйста, а вы вообще впервые в Нарве или в Идовирума, или бывали здесь у нас, и когда? Я бывал в Нарве, наверное, десятки раз, поскольку вообще в Эстонию езжу с отроческого возраста, с 1969 года, это было мне сколько, 14 лет, когда я оказался впервые в Эстонии. И это, правда, было не совсем Нарва, даже не Идовирума, но это Раквере, Визу, Кясму, вот те места по дороге. А в Нарве я бывал, просто мы сюда приезжали, потому что интересный город, знаменитая крепость, легендарная история и так далее. По долгу в Нарве я, правда, не бывал никогда, приезжал, как правило, на один день. Один раз всего я ночевал в Нарве, кажется, в отеле под названием Нарва. И это было относительно недавно, было это, наверное, где-то в начале нулевых годов. Я тут, как ни странно, проводил дискотеку. Тогда же познакомился с нарвской рок-группой, такая известная рок-группа, на нашу машину времени, похоже, под названием «Авеню». Так что прекрасно тут проводил время. И надо сказать, что никаких, как вы выразились, предубеждений против северо-восточной Эстонии вообще, и Нарвы в частности, у меня нет. По-моему, это очень симпатичный город. Чистый, опрятный, хорошо обустроенный. Насколько мне известно, тут довольно активная, культурная и развлекательная жизнь. То есть, в частности, тут очень часто бывает, и звал меня сюда, я как-нибудь обязательно в его компании тоже приеду. Бывает тут такой мой приятель по имени Юку Кали Райт. Сегодня он будет здесь. И у него тут имеется очень славная компания русских ребят. В основном это музыканты, журналисты и так далее. Он мне говорил, например, что лучший, по его мнению, во всей Эстонии музыкальный клуб находится в Нарве. Это клуб под названием «Ро-Ро». Я в нем, к сожалению, не бывал, но мнению доверяю. Так что, молодцы, и так держать. Спасибо большое, потому что, как мы сейчас в интервью с Яной Павленковой выяснили, что, оказывается, предубеждение имеет в виду предварительное мнение, а не столько предубеждение, как... Вот, и это уже немножечко спасло, как говорится, нас. И спасибо, что предварили мой ответ. Как раз вот мнение, которое просто не предубеждение, а предварительное мнение. И вот этот еще вопрос. Вы участвовали год назад в Пайде, на фестивале мнений были. Вам приходилось ли где-то еще участвовать в подобных мероприятиях? Может быть, в России или в других странах мира? Мероприятие это очень своеобразное, и хотя я знаю, что оно проводится не только в Эстонии, в частности, идея возникла в фестивале мнений еще в Швеции, причем довольно давно при Олапе Пальме, тем не менее, нигде мне не доводилось на таких фестивалях бывать. Очень симпатичная идея, очень хороший формат, что называется. В Пайде, не знаю, как в Нарве, но в Пайде это все проходило при большом скоплении народа, огромном интересе, при том было интересно, что... Ну, я в Пайде обнаружил, ну, практически весь Сталин. Там было огромное количество журналистов, депутатов, политиков, то есть куча людей, которых я там совершенно не ожидал встретить, они все были там. Насколько мне известно, сейчас в Нарву тоже приезжает довольно много интересных ребят из Сталина, так что думаю, что для города это будет и полезно, и интересно. Пока что народ тут немного, правда, фестиваль еще не открылся, вот, очень надеюсь, что со временем около всех сцен будут кучковаться значительные группы граждан. Спасибо вам большое, удачного сегодня дня.